Генеральный партнер программы «Актуальное интервью» – Санаторий Дубрава. Здравствуйте! Это программа «Актуальное интервью». Сегодня наш собеседник – руководитель департамента строительства, транспорта, ЖКХ, ТЭК и дорожного хозяйства Александр Ремига. Здравствуйте, Александр Александрович! Добрый вечер! С конца минувшего года мы все чаще слышали новый для нас термин – лицензирование управляющих компаний. Что это такое? Действительно, с 1 мая 2015 года для осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом управляющим компаниям необходимо получать лицензию. Для этого сейчас мы находимся в первой стадии. Формируется лицензионная комиссия, в которую входят представители общественных организаций СРО, представители ассоциации муниципальных образований, представители органов исполнительной власти, представители Совета народных депутатов Орловской области. Какие основные цели лицензирования управляющих компаний? И лицензирование – это что? Это экзамен какой-то для управляющих компаний? Лицензией будет выдаваться жилищная инспекция Орловской области. Но процедура лицензирования состоит в том, что после принятия заявки от управляющих компаний, жилищная инспекция ее рассматривает и передает в лицензионную комиссию. У лицензионной комиссии на рассмотрение 5 суток, после чего выносится решение и выдается либо нет лицензии управляющей компании. Ну вот, допустим, есть какая-то управляющая компания. Что будет происходить? Допустим, какой будет процесс получения лицензии? По 10 февраля формируется лицензионная комиссия, которая утверждается губернатором Орловской области. Все лица, которых я перечислял, туда будут входить. Это 11 человек. Значит, после 10 числа будет проходить квалификационный экзамен. Точнее, первоначально подача заявок на аттестацию соискателей, представителей управляющих компаний. А с 24 февраля по 6 марта будут проходить квалификационные экзамены. После чего это будет последний документ, который управляющая компания обязана будет подготовить ко всем остальным своим документам для участия в лицензионной деятельности. Она собирает весь этот пакет, прикладывает квалификационный аттестат и сдает в жилищную инспекцию. В жилищной инспекции данный пакет документов рассматривается 30 суток, после чего они передают уже в лицензионную комиссию. Лицензионная комиссия принимает либо отклоняет решение по лицензированию соответствующей управляющей компании. Вы, наверное, уже общались с руководителями управляющих компаний. У них настроение какое? Готовы ли они пройти эту процедуру лицензирования? И будут ли отказники? Вы знаете, говорить об отказниках, с моей стороны, наверное, будет неправильно. У нас более 100 управляющих компаний на рынке представлено. Мы ожидаем не меньше 100, что подадут свои заявки. И с теми представителями управляющих компаний, с которыми я имел общение, на мой взгляд, сложилась только позитивная реакция на лицензирование. Дело в том, что те компании, которые относятся к профессиональному роду деятельности, нацелено на действительно какой-то рост, на улучшение качества жизни населения, безусловно, для них лицензирование – это не испуг. Потому что лицензирование, по сути своей, это не норма такого кнута от органов власти, а это форма воздействия жителя на свою управляющую компанию. Потому что сейчас будет достаточно. Житель обратился в управляющую компанию с устранением какого-то замечания, управляющая компания не отреагировала. После чего житель пишет заявление в жилищную инспекцию. Жилищная инспекция выставляет представление на исправление данного замечания. Если управляющая компания его не исправляет, выносится административное правонарушение. Два таких правонарушения за год приводят к лишению управляющей компанией данного дома. Если от общего числа домов, которые находятся в управлении управляющей компанией, 15% подверглись таким санкциям, то есть компания управляющая была лишена права управлять над этими домами, то вставится вопрос о лишении лицензии этой управляющей компании. Насколько дается лицензия? Она бессрочная? Или все-таки, если компания недобросовестная, ее могут забрать? Лицензия бессрочна, но забрать ее могут. По всем вышеперечисленным позициям, которым я уже обозначил, либо если собственники проведут собрание собственников жилья, они в любой момент могут поменять свою управляющую компанию, хотя на отзыв лицензии, по сути, это, конечно же, не повлияет. Что касательно критериев, которые мы закладываем при получении лицензии, в первую очередь, это квалификационный экзамен для представителя организации, и квалификационный экзамен для себя представляет следующую норму. Минстрой выделил 200 вопросов, на которые должен ответить у нас соискатель, то есть представитель управляющей компании. Во время экзамена он отвечает на 100 из этих 200 вопросов. После ответа на этот вопрос, если у него достаточное количество баллов набирается, то он, соответственно, этот экзамен проходит. Пересдать можно будет? Пересдать можно будет экзамен. То есть в срок, пока идет лицензирование, пересдача, в общем-то, возможна. Но мы надеемся все-таки, что люди, которые к нам придут на соискание и на сдачу экзаменов, тем более, что этот экзамен будет, надо отметить, что это все бесплатные процедуры, и этот экзамен будет автоматически, то есть он будет проходиться на компьютере. Я могу сравнить это со сдачей экзамена на автомобильные права. То есть все соберутся в одном месте, в каком-то, да, и будут? После подачи заявки будет определен день, и каждый день будет приниматься экзамен у несколько соискателей, которые будут отвечать на вопросов, после чего, собственно говоря, будет присвоен аттестат о сдаче экзамена. Я, как конкретный житель, получу что? Вот лицензия, она обязывает к чему-то? Не будет ли процедура просто формальностью? Лицензия обязывает к качественному выполнению своих услуг. Но нам надо понимать, что в первую очередь она дает возможность и ресурс нам, как жителям, управлять своей управляющей компанией. Потому что сейчас бюрократический процесс, в общем-то, не позволяет того, чтобы оперативно принять какие-то санкции по отношению к тем компаниям, которые занимаются управлением жилищного фонда. В данной ситуации каждое обращение останется, не может остаться незамеченным. То есть два обращения на год, невыполненная реакция на эти обращения управляющими компаниями приводит к тем, что управляющая компания уходит с управления этого дома. Тем более сейчас, если мы собираемся с собственниками, мы в любой момент можем поменять управляющую компанию. Вне зависимости от названия лицензии или нет. Вот мне интересно, что будет с теми домами, чьи управляющие компании не прошли процедуру лицензирования. Органы муниципальной власти собирают собрание собственников жилья, на котором будет предложено определиться с управляющей компанией. Если по каким-то обстоятельствам данное действие невозможно, то будет принято решение о проведении конкурса на управление данными домами. Сейчас в СМИ многое говорится о том, что предстоящая процедура лицензирования грозит повышением тарифов и так далее. Как вы считаете, это пугает? Я могу вас заверить, что ни о каком повышении тарифом или каких-то связях между лицензированием и повышением жилищно-коммунальной услуги не существует. Единственные накладные расходы, которые влечет за собой процесс лицензирования, это оплата, единоразовая оплата в размере 30 тысяч рублей при подаче заявки на лицензирование. Больше никаких накладных расходов процесс лицензирования, по сути, не несет. Экзамен бесплатен и, собственно говоря, процедур больше нет. Ну и давайте с вами подытожим. Все-таки ваше мнение, предстоящая процедура лицензирования отразится благоприятно на всей сфере, такой проблемной? Я считаю, что, безусловно, да, это значительный шаг вообще к цивилизованному управлению жилищным фондом. Мы должны понимать, что основные моменты, которые, в общем-то, в жилищной сфере присутствуют, должны определять мы как жители. И органы госвласти являются, по сути, сторонним арбитром. Они помогать нам должны в управлении своими домами, но не осуществлять управление домом за нас или не навязывать правила игры. Поэтому лицензирование делает шаг навстречу, в первую очередь, жителям и дает возможность нам регулировать управление нашим домом так, как нам бы этого хотелось. Мы надеемся, что все получится. Спасибо вам, Александр Александрович, за сегодняшнюю беседу. Всего доброго.